В феврале 2019 года парламент Кипра изменил условия получения гражданства страны для инвесторов. Нововведения вступили в силу 15 мая. Дополнительный платеж в 150 тысяч евро, обязательство сохранять инвестиции не три года, а пять, ужесточение проверок. В общем, до 15 мая время было волнительное. Но что произошло на самом деле? Чтобы понять это, лучше оказаться на Солнечном острове. И вот мы на Кипре, в самом центре города Пафос, в новом офисе кипрского представительства Sotheby's International Reality. Говорим с руководителем представительства Анастасией Янни. Разговор мы начали с воспоминаний о недалеком прошлом. Анастасия, ну вот сейчас, получается, мы живем в новой реальности, поскольку с 15 мая вступили изменения в кипрскую программу получения гражданства. Насколько действительно были серьезные опасения и во что они вылились сейчас, когда 15 мая уже позади? Вы знаете, честно говоря, когда только объявили об изменениях программы, весь рынок насторожился. Реакция рынка была практически ажиотаж. Огромное количество заявителей делали все возможное, чтобы успеть подать заявление до 15 мая. И первое представление было таким, что программа ужесточилась и все станет плохо. На самом деле реальность показала другую картину, что даже после 15 числа интерес к инвестиционной программе сохранился, потому что программа сохранила все свои лучшие черты и добавились какие-то дополнения, которые добавлены на пользу программе. Давайте тогда несколько слов о вот этом контроле. Что именно изменилось, поскольку вот как раз эти пункты прошли несколько мимо внимания основной российской аудитории, плюс 150 тысяч услышали все, а вот эта история... Я бы хотела обратить внимание, что да, действительно, вы правильно говорите, что 150 тысяч услышали все, но не все поняли, на что эти 150 тысяч идут. То есть первые 75 тысяч идут в фонд инноваций и развития. Мы все понимаем, что если страна становится более инновационной, если экономика лучше, то и рынок недвижимости движется лучше. То есть люди будут выходить уже в другой реальности. Вторые 75 тысяч – это фонд по строительству более доступного жилья. Это было сделано для того, чтобы программа осталась на долгие года, чтобы не было конфликта интересов, чтобы новые граждане помогали менее защищенным. Действительно, 150 тысяч – это был тот рубеж финансовый, который все подчеркивали, что успейте сейчас, чтобы не платить 150 тысяч. Но если разобраться детально в изменениях программы, то почти все изменения нацелены на большую защиту интересов инвесторов, на то, чтобы сделать эту программу более приемлемой и более долгосрочной. Ну, тогда я хотел бы уточнить, какой риск до 15 мая присутствовал, а сейчас его нет? Вы знаете, Кипр в отношении юридической части не сильно рискованная юрисдикция. Но до 15 мая можно было подавать заявление на основании заявления на планирование. То есть оставался риск, что человек купил один проект, а утверждение дали немножечко на другой. Это могло касаться этажности, это могло касаться квадратных метров. То есть сейчас более понятная ситуация уже на этапе вхождения. У покупателя недвижимости, у заявителя на гражданство было три года, в течение которых он не мог продать недвижимость свыше двух миллионов. Сейчас этот срок увеличился до пяти лет. Насколько вот это изменение смутило потенциальных заявителей? Или, в общем, по большому счету никто на это и не обратил внимания? Это изменение относилось к менее приятным изменениям программы. И, конечно, так как многие клиенты заходят с тем, чтобы инвестировать в недвижимость и иметь возможность выхода из инвестиций через три года, увеличение срока на пять лет немножечко изменило фокус подбора недвижимости. То есть сейчас очень многие клиенты рассматривают ту недвижимость, которая не только дает возможность выхода через пять лет, но и недвижимость, которая принесет арендный доход в период удержания, который изменился с трех до пяти лет. Но все-таки, что смущает инвесторов, претендующих на паспорт больше всего? Или поставим вопрос по-другому. На что реально стоило бы обратить внимание? Что самое непростое в программе прямо сейчас? Говорят о том, что ужесточились проверки со стороны государства, благонадежность проверяется более тщательно. По факту, что это значит? И, опять же, со стороны складывается ощущение, что, в общем, и раньше. А бы кого на Кипр все-таки не пускали? Здесь я с вами соглашусь целиком и полностью. Потому что, к сожалению, у очень многих заявителей была картинка, что попасть на Кипр можно с любыми документами. И что вот сейчас это изменилось. По факту, даже до 15 мая контроль благонадежности заявителей был очень серьезный. Всем заявителям необходимо было подтвердить чистоту заработанных средств, необходимо показать свою историю, необходимо было подтвердить свою репутацию. Сейчас эти проверки стали более формальным. То есть сейчас в рамках программы, в процессе рассмотрения заявлений, каждый заявитель проходит дополнительные проверки на благонадежность. Как бы вы сказали и вообще сформулировали, насколько процедура получения гражданства с момента покупки недвижимости до финальной стадии это сложная процедура? Понятно, что сложная это довольно абстрактный термин, но тем не менее. Всегда считала и считаю, что во всем процессе получения гражданства по инвестиционной программе самый сложный момент – это подбор недвижимости. Сама процедура очень четкая, очень понятная. Государство сделало все, чтобы люди прекрасно понимали все этапы рассмотрения. И в рамках улучшения качества программы все юридические офисы обязаны предоставить всем заявителям полную информацию по всем этапам прохождения заявления. Подбор недвижимости – это важное и ответственное дело. И во всей процедуре я бы сказала, что это самое сложное. Как бы вы сейчас назвали основные преимущества кипрской программы перед всеми остальными? 15 числа, 15 мая, как ни крути, какие-то ужесточения произошли. И поскольку мы слово «ужесточение» употребляем, значит, сейчас все-таки ситуация может быть несколько иная по сравнению с тем, что было раньше. Вы знаете, несмотря на то, что правила изменились, конечно, можно употреблять слово «ужесточились», но я бы предпочитаю употреблять слово «изменились». Даже с этими изменениями кипрская программа – наиболее эффективная программа получения европейского гражданства. Сроки достаточно быстрые. Это единственная программа, где в течение 6-9 месяцев вы можете получить гражданство. Инвестиции остались. То есть это не просто дотации. Это инвестиции, которые при правильном вложении могут заработать для вас деньги. Несмотря на то, что период инвестиций, период удержания изменился с 3 до 5 лет, так как в программе нет ограничений по аренде, вы можете арендовать эту недвижимость и получать арендный доход. И это программа, которая дает возможность получения гражданства не только основным заявителям, но и всей семье заявителя, детям до 28 лет, возможность получения гражданства для родителей, инвестора. То есть это программа, которая дает возможность свободы и уверенности в завтрашнем дне и для нынешнего поколения, и для всех будущих поколений. Ну и в самом конце мы не могли не задать Анастасии очень популярный, можно сказать, вечный вопрос. Так в итоге программу закроют или все-таки нет? А если закроют, то когда и на каких основаниях? И вот что ответила Анастасия. Какого-то правильного ответа на сегодняшний день не сможет дать никто. То есть мы можем полностью сказать, что кипрская программа, она уже проверена временем, уже проверена ее эффективность, уже проверена ее польза для развития экономики страны. Конечно, мы точно так же очень много слышим разговоров о том, что вечно эта программа не останется. Если для вас стоит актуально вопрос получения европейского гражданства сейчас, то лучше получать его сейчас.